Всем привет! Я очень рад видеть тебя, друг мой. И я обращаюсь к тем ребятам, которые уже давно ловят на спиннинг. Поймите правильно, в комментариях вы можете оставлять любые свои полезные советы всем начинающим спиннингистам. Но, ведь совершенно ясен один факт, то есть с неопровержимой ясностью понятно, что человеку нужно с чего-то начать. Так вот, для того, чтобы начать с чего-то правильного, в каком смысле? Чтобы, во-первых, не переплачивать за дорогое профессиональное оборудование рыболовное. А если вы еще не в курсе, профессиональное рыболовное оборудование дорого стоит. Для того, чтобы, во-первых, определиться в своем любимом направлении, и не надо строить себе иллюзий, у нас каждое направление в рыбалке, в том числе и спиннинг, оно касает у сущности несколько ипостасей. То есть там очень много, начиная от лайт спиннинга, легкого спиннинга, потом спиннинга, так вот, скажем, среднего, по тестам удилища, и по видам рыб, и по видам приманок. Все это различается. И там здесь тебе и троллинг, здесь тебе и джиг, здесь тебе и джерк, да, и здесь тебе и морская рыбалка. И везде применяются спиннинги. Но, каким бы спиннингом ты не пользовался, чем бы ты не увлекся, если у тебя в руках удочка и безинерционная катушка, то тебе необходимо правильно намотать леску на шпулю этой катушки. Что значит правильно? А я тебе сейчас подскажу, и на эти нюансы ты обрати внимание. Итак, словами я тебе объясняю. Правильно намотать шпулю катушки, это чтобы твоя основная леска не была в глубине где-то шпули катушки, если это очень емкая такая шпуля, туда много лески входит. То есть там не должны быть бортики высокими, чтобы кое-как твоя леска оттуда скидывалась. И не должно быть чересчур пузатая, то есть чтобы самопроизвольного скидывания лески не было со шпули катушки, и не образовывались так называемые бороды. То есть самопроизвольно завязывающиеся узлы, которые стратит дорогостоящий шнур. Так вот, я тебе сейчас расскажу, во-первых, покажу тебе объективный такой, что ли, бюджетный очень набор спиннинга, который можно брать с собой в путешествии. Это не реклама, это польза. Итак, спиннинг ты увидишь, и как правильно намотать эту леску твою на шпулю катушки. Причем, заметь, на любую шпулю, любой катушке, ну, в смысле безинерционной, или там фидер это будет, или карповая у тебя, или какая-то морская, или какая-то, но если безинерционная, а не мультипликаторная катушка, не лебедка, короче говоря, на лебедку ты можешь тоже, только не переборщи, там нет такого, что мало лески, значит плохо. Нет, лебедка все вытянет. А вот безинерционная катушка, так называемая мясорубка, она должна быть оснащена правильно. Итак, начинаем, а ты смотришь, как правильно намотать леску на шпулю катушки. Уважаемые новые зрители моего канала, призываю тебя подписаться на канал, для того, чтобы быть в курсе всего самого интересного, и чтобы доставить себя побольше радости в нашей единственной и неповторимой жизни. Мы приехали в магазин, в один из крутых магазинов нашего города, вот так вот затарили. Здесь у нас сейчас все необходимое, чтобы намотать леску на водушку. Итак, сначала обратим внимание на удилище. Это удилище у нас штекерное, а не телевик, то есть штекер, это несколько прямых отрезков, которые соединяются один в другой, как штекер получается. Так и называется штекерный спиннинг. Вот, пожалуйста, посмотри на него тут. И на чехле спиннинга написано, как правило, на хороших спиннингах написано, да, характеристика. Вот, какие тут характеристики. И для того, чтобы намотать тебе на катушку леску, тебе не обязательно собирать весь спиннинг целиком. Достаточно, чтобы у тебя было хотя бы первое колено с первым кольцом. Поэтому, учитывая, что у нас тут четыре колена, а мы с тобой, друг, достанем под первое кольцо. Еще раз говорю, это не реклама. Ты можешь посмотреть таких же характеристик удилища спиннинговое. Такое, которое, ну, тебе понравилось больше по душе. Или там ты поверил, не доверяешь консультанту, тебе консультант в магазине в твоем городе подсказал. И ты, бери такой спиннинг. Вот, самое главное, смотри, чтобы он не был уж излишне узкоспециализированным, да. То есть, вот, тест там 10-28 или там 15-30, ну, 15-30, не знаю, не знаю, там 12-30, 10-30. Нормальный тест. Прямо. Итак, все, у нас первая часть готова. Мы взяли колено спиннинга с кольцом, с самым первым кольцом. Второе. Сейчас достаем, достаем саму катушку. Посмотрите, ребята, теперь по катушкам. Мы едем, мы готовимся поехать в Карелию, на Ладогу, поэтому у нас есть большая компания. И среди наших ребят тоже есть люди, которые только-только первые шаги делают в освоении спиннинга. Поэтому, раз у нас есть мы дружные люди, да, и у них есть такой друг, как я, вот, поэтому ребята ко мне обратились, и мы уже для них купили. Это вот всю жизнь. Мы взяли с собой оборудование для того, чтобы поехать и порыбачить на отдыхе в Карелии, на Ладожском озере. Так вот, я к чему клоню? Вы можете купить катушку какую-то с двумя шпулями, тогда вам будет легче намотать как-то, имея одну только катушку. Но, у нас-то несколько человек, поэтому у нас катушка с одной шпулей, но они одинаковые. Поэтому, для того, чтобы правильно намотать леску на шпулю катушки, необходимо, ну, удобно иметь две шпули. Так-то она выворачивать можно как угодно, как хотите. То есть, вы можете мучиться, но я еще раз говорю, совершенно произвольно. Сейчас ты, друг мой, смотришь, как это делать правильно. Для того, чтобы вам намотать леску, вам эту леску надо иметь. Итак, мы попоняли, что мы будем использовать две шпули. Сейчас вы поймете, для чего. Поэтому я достаю две катушки. Теперь мы купили леску. И надо понимать, чтобы... А, и, кстати, в чехольчик. Когда только намотаем, я вам рекомендую для каждой, кстати говоря, катушки уже оснащенной, иметь какой-то чехольчик, который не именно этот, это не реклама. Это рекомендация или инструкция, готовая к применению. Вот потом готовую катушку уже оснащенную положите в эту свою сумочку. Итак, для начала мы купили леску. Какую леску купили? И вот я вам покажу, это восьмижильная плетеная лесочка на 19, чуть ли не на 20 килограммов разрывной. Это тоже не реклама. Оговаривать всегда, чтобы не было сомнений. Вот здесь намат на 150 метров, но у нас шпуля порядка 2,5 или там 3, даже тысячи размер шпули. Разумеется, 150 метров тоненькой плетенки там утонет, и это будет неправильно. Поэтому мы купили еще несколько карповой серии лески, хотя продается специальный бекинг, друг мой. Бекинг, ну как это, английская терминология, это может быть бекингом вообще любая леска, чуть потолще, чтобы понятное дело, но чуть потолще. Не надо наматывать 0,4, потому что иначе, чем ближе к этому бекингу, если будет толстая леска для бекинга, то там может застревать плетеночка, и в самый момент нежелательный это вас подведет. Поэтому все-таки берите такое нечто сопоставимое. Допустим, от 0,25 максимум до 0,3 берите, 0,25 даже лучше, 0,28, чтобы был диаметр бекинга. Ни в коем случае не применяйте в качестве бекинга нитки, которые можно якобы купить дешевую или где-то там остались. Нитка или все то, что впитывает, а потом имеет свойство гнить, это вас также подведет в самый неподходящий момент, да и плюс там уже все-таки источник какого-то, это же антисанитария вообще-то, да? Поэтому только рыболовные вещи в рыболовной теме, рыболовные вещи. Итак, в качестве бекинга используем леску, несмотря на то, что наша основная нить будет плетеная, восьмижильная, хотя можно брать и четырехжильную, друзья. Это не принципиально. Но, разумеется, если будет восьмижилочка, да еще какая-нибудь полиэтиленовая, которая будет хорошо скользить у вас со шпули, это будет замечательно. Но тогда полиэтиленовая нитка плетеная хуже держит узлы, и вы должны вязать будете хорошие, надежные узлы. Вот видишь, друг мой, все очень просто, интересно и насыщенно. Да не так-то все и просто. Итак, у нас есть, друзья, бекинг. Вот, смотрите, вот, посмотрите. У нас есть бекинг, основная леска, и катушки, и удочка. Итак, мы начинаем намотку. Для начала достаем свою катушку. Она новая. Еще никакая муха не сидела на этой катушке. Ну, вот я при вас, друзья мои, с этим новьем буду оканчивать. И да, конечно же, я напоминаю, друг мой, что у тебя должен быть хороший инструмент. Какой-то мультитул, какой-то крутой компании. Что вот, посмотри, чтобы ты раз, и у тебя ножницы. А там ножик внутри. А там какие-то щипчики, пилочка. Ну, по крайней мере, вот ножницы и скальпель, чтобы у тебя всегда был под рукой. Это для нашего рыболовного дела важнейшее, необходимое условие. Все. До свидания. Теперь, была ты новая, останешься рабочей. Все. И пока уберем. Но нам еще пригодятся ножницы после того, как мы отмотаем нужный необходимый объем на шпулю катушки. Мы просто отстрижем. Или когда мы потом петлю свяжем на плетеночке, мы эту петлю, лишнюю нитку отстрижем. Все. Вот катушка готова к наматыванию лески. Обратите внимание, ребята, сейчас уже производители тоже поняли. Они делают это поближе. Если посмотреть, видите, что у шпули катушки. Здесь такая рифленая такая, рисочки, сеточки, то есть шершавое что-то. Это сделано специально для того, что когда вы первую обмотку будете делать, чтобы при натяжении лески у вас не соскальзывало. С самой гладкой вот это вот основание шпули ваша леска так вот самопроизвольно не сматывалась, короче говоря, да? Тут шершавое. И еще. Обращайте внимание, чтобы вот тут такая клипса есть у любой катушки. Видите клипса? Вот. Это клипса круглая. То есть иногда клипсоваться очень даже полезно. Если будет круглая клипса, это более предпочтительнее, чем клипса треугольная. Потому что там, где есть угол, там есть острота и большая вероятность, большая вероятность, что порвется. Так бывает. А вот там, где круг, там все максимально прочно. И так, чтобы у вас клипса в катушке была круглая. Все, теперь мы берем удилище. Мы уже поняли, что у нас удилище с одним коленом. И смотрим, какая же тут технология. Обычно ничего сложного. Здесь на винте вы вставляете вот эту пяточку. Вот. На ваших глазах пяточку вставили. Этой катушке. И здесь также удобное местечко. Вот, посмотрите. Специальное даже такое. Выемка такая удобная. И плотненько без фанатизма, без сильно критических усилий. Эту катушку прикрепили. И теперь тоже маленький бонус для тех, кто является подписчиком моего канала. Ну, разумеется, тебе, новый зритель. Раз ты смотришь это видео, и ты понимаешь, что это тебе уже аргументы, основания стать подписчиком. Пожалуйста, рекомендую, подписывайся на канал. Уважаемый друг, в социальной сети ВКонтакте я недавно создал группу или сообщество. Так оно и называется. Замятник Клаб. Призываю тебя вступить в эту группу. Нажимай на колокольчик. Если есть у тебя такая возможность, то становись спонсором канала для того, чтобы продвигать всеми силами любимое дело. Так вот, катушку правильно держать не вот так, где указательный палец. Не посередине вот этими между средним и безымянным пальцем. А между мизинцем и безымянным пальцем. Вот так держать катушку правильно. Так ты и будешь держать. Для того, чтобы у тебя указательный палец был готов всегда работать с леской. Я покажу тебе все в дальнейшем, поэтому я еще раз тебе повторяю. У тебя есть прям мотивация быть подписчиком канала для того, чтобы быть в курсе всего самого необходимого, нужного и интересного. Все. Катушку прикрепили. Она у нас готова. У этой катушки передний фрикцион. Бывают катушки с задним фрикционом. Ничего здесь особо важного или страшного или предпочтительного нет. Привыкнешь и к переднему тормозу фрикциона, привыкнешь и к заднему. К любому привыкнешь. Делай привычку. Теперь самое интересное. Теперь мы. Смотрите. Нам нужно, чтобы сверху катушки у нас выбегала наша основная нить. Да, мы поняли, что у нас основная нить это восьмижильная плетенка. Но сначала мы будем наматывать сюда вот эту самую восьмижильную плетенку, основную нить. А уже на нее намотаем бэкинг вровень, чтобы был один миллиметр. Вот, смотрите. Это очень важно. Мы вот так намотаем, чтобы здесь будет один миллиметр. Но, смотрите, сначала у нас пойдет плетенка, потом у нас пойдет бэкинг, а уже с этой шпули мы ее потом свяжем, вернее отсоединим. Сюда присоединим, раз у нас одинаковые шпули, либо вторую шпулю, которая у тебя есть, либо шпули из такой же одинаковой вот этой вот нашей катушечки. И смотаем, и получается у нас бэкинг намотается на вторую ту же шпулю первым, и наверх вылезет ровно намотанный, в итоге у вас будет ровно, идеально, как нужно, намотана леска на шпулю вашей катушке. Понимаешь, в чем нюанс? Вот это вот, я тебе сейчас словами объяснил, а теперь я это все, то, что я объяснил, буду делать, а ты смотри и наблюдай. Итак, сначала основную нить. Друг мой, когда ты основную нить будешь наматывать, ты имей в виду, что если у тебя рядом водоем, то желательно, или ведро с водой, то желательно бросить вот эту вот катушку в это ведро с водой. Почему? Потому что эта нитька, она имеет свойство закручиваться, нам зачем эти все закруты ненужные, или чтобы товарищ свой вот так вот держал какой-то палочкой, или вот так придерживая какое-то натяжение. Ну смотри, чтобы пальчики, чтобы кожу на пальчиках не сжечь, да, какую-то палочку найдете, и потом уже с этой палочкой чем-то придавливая, вот так она пускай у вас разматывается. И сейчас, когда я буду наматывать, я попрошу оператора Никиту, чтобы он подержал вот так вот эту шпулю, там с какой-нибудь, да, на какой-то палочке. Я намотаю сначала основную леску, потом привяжу, привяжу я узлом морковка уже к этой плетенке бэкинг, и уже дальше мы будем наматывать бэкинг с другой шпулю, да. Итак, ты понимаешь, сначала делаем петельку, как правильно присоединить теперь вот это вот, ну, нам сделать начало. Да правильно это надо сделать петлю, обыкновенную петлю, мы ее будем делать также узлом для петли, хотя можно восьмерку плести, ничего страшного нет. Это я уже просто привык, там, мой любимый узел это клинч, поэтому я все, что угодно плету, вяжу клинчем. Если у тебя, кстати говоря, плетеная леска, имей в виду, что у тебя должно быть не менее 11 оборотов. Вот 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Почему 11? Потому что это проверенное количество оборотов для этого узла, чтобы у тебя полиэтиленовая, скользкая, качественная плетенка потом на этом же самом узле не соскользнула. Как вязать этот узел? Понятно, что есть на канале? Меня от самого, друг мой, чуть-чуть подбешивает, когда говорят, ну, посмотри, на канале есть. Но я тут вынужден тебе тоже самое сказать. А, посмотри. На канале есть. Все. Когда завязываешь любой узел, не торопись, чтобы у тебя в итоге вот такой красивый узелок получился. Вот это петля. Кстати говоря, тоже возьми на вооружение, когда ты будешь присоединять свои приманки уже при ловле на спиннинг, их, как правило, не привязывают. Либо сюда привязываешь что-то типа там карабина-застежки, либо петлю. И в петле уже у тебя болтается либо воблер, либо колеблющаяся блесна, либо вертушка, либо джиг-головка. Я вам говорил, что иногда понадобится нам, далеко мы не убираем наши ножнички. Острые должны быть ножницы, которые легко режут притеную леску. Это очень важно. Смотрите. Чик. Вот она была. И нету. Все. Потому что ничего лишнего нам не надо. Отрезайте всегда где-то 2-3 миллиметра хвостик от узла, оставляйте, потому что это важно. Теперь способом петля в петлю делаем такую удавку, чтобы этой удавкой удавить основание шпули катушкой. Но прежде, чем сделать удавку, друзья мои, мы пропускаем нашу леску в первое кольцо. Для чего это делается? Да потому что не у каждого из нас есть Никита-друг, который может так вот просто на расстоянии натянуть эту катушку с леской. А когда ты один, ты просто бросишь катушку с леской в воду потом и просто будешь наматывать. Теперь смотри, куда будет наматывать у тебя. Ага, в эту сторону. Поэтому одевай таким образом вот эту петлю, чтобы она у тебя в противоход наматывала. Но прежде, чем надеть на шпулю катушку, открываешь душку лесоукладывателя. Вот только так. Только после этого ты эту петельку цепляешь, а потом, закрывая леску, леску вот эту вот, дужку лесоукладывателя, ты начинаешь свои движения. Все. Я зову своего друга Никиту. Вот Никита держит, а мы, ребята, с вами накручиваем. Здесь можно вот так вот, чтобы натяжение первичное создать пока она. И все, говоришь, Никита, все, Никита, вот ты палец так сожжешь. Вот как-то, да. Или возьми полотенце. И так просто полотенце зажми. Палочку. Протни палочку. Палочка сломалась. Все. Видите, все на ваших глазах. Даже вот думчик прибежал, моя немецкая овчарка, посмотри. Все, Никита, я прошу тебя не просто держать, а чуть-чуть при... Как тормоз, да, чтобы было натяжение. Вот такое, небольшое натяжение. Сматываем спокойно всю, все 150 метров. Хотя, друг мой, если ты опять же только-только делаешь первые шаги, разумеется, тебе 150 метров не нужно сматывать. Ты можешь смотать себе метров 100, ну или там 75 даже смотать. А остальное пусть у тебя будет бэкинг. Ну и что, чтобы после какого-то дальнюючего заброса, что я сомневаюсь, что ты будешь по 75 метров закидывать, да, ну мало ли. Ну и что, что у тебя немножко бэкинг вылизывает. У тебя бэкинг, между прочим, тоже качественная леска, еще и толще, чем эта плетенка, и она спокойно на такой даже дальнюючей дистанции тебе отработает. Поэтому, по идее, ты можешь намотать себе половину. Только половину. А вторую половину оставить свежей для, ну, другой, для другого спиннинга. Думчик уже знает. Да ты, спасибо, Дум, что ты для кадра такой залез. Думчик уже знает, что если я беру в руки удочку, ну, Думу, два с половиной года, я думаю, уже у меня, знаете, на скольких рыбалках был. Он даже знает, что после этого вот движения, этого действия, будут забросы, всплески в воду, а ему надо будет очень срочно до этого всплеска добежать, как будто это команда аппорт. Если я ему не разрешу, а я ему не разрешу, он будет пищать, визжать и выражать недоумение. Как же так? Евгений, хозяин, родной, как же так? Ведь ты забросил, это, палочку для аппорта. Ну, давайте вернемся к нашему процессу. Видите, у нас плотно. Почему плотно? Да потому что все, что ты сейчас делаешь, ты делаешь максимально приближенно к рабочим условиям. А рабочие условия намотки у тебя лески на катушку плотные. Дальше, помни еще следующий момент. Ты должен будешь потом сосчитать, вот когда ты с этой шпули намотаешь на все эти свои лески, в общем, правильно намотаешь, когда будешь сматывать уже на чистовую, ты будешь считать обороты. Сколько оборотов у тебя бэкинга и сколько оборотов у тебя 150 метров твоего вот этого основного шнура. Четко посчитаешь и запишешь. В этом случае тебе уже на третью удочку не нужно будет, когда у тебя не останется свободный шпуль, тебе уже не нужна будет какая-то чистая шпуля, ты спокойно намотаешь посчитанное количество оборотов бэкинга. Да, у нас еще как комары, да. То есть все у нас максимально приближено. Ну что, мы и так с вами на природе, друзья мои. На природе. И вот уже заканчивается наша плетеночка. Новая, качественная, 8-жильная, 150 метров длиной и разрывной нагрузкой, 19 чем-то там килограммов. Вот. Оп, намотали. Теперь наша задача привязать бэкинг. А для чего привязать бэкинг, ты уже знаешь. Для того, чтобы дальше продолжить намотку на необходимый объем. Чтобы у тебя было 1 миллиметр, вот с самой вот этой лески намотанной на шпулю, чтобы 1 миллиметр не доходило до бортика шпули. Чтобы ослабить, видите, фрикционные лица ослабите, вы можете так подтягивать. Вот этот треск фрикциона, это заветная песня. Это звук, который заветная песня является для любого рыболова. Теперь мы берем свой бэкинг. Все. Привязываем. Привязывайте узло-морковка таким образом, как у вас будет вылетать леска. Смотрите, если у вас леска вылетает сначала основная претеная леска, а потом уже бэкинг, то тогда у вас сама морковка формируется бэкингом. Понимаете? Ну, то есть леска, чтобы у вас это конус. Но тот, кто в курсе понимает, тот не в курсе сейчас поймет. Итак, мы делаем петлю. Обыкновенный узел. Это узел-морковка. Можно привязывать и другими узлами. Просто морковка, это мой любимый узел еще с карфишинга. И я им пользуюсь всегда, когда хочу присоединить. То есть понятно, что в карфишинге шок-лидер тоже претенка, как правило. А основная леска это нейлоновая. Все, погнали. 10 оборотов нейлоновой лески вокруг претенки в одну сторону и 6-7 в другую. Не обязательно 10 туда, 10 обратно. Можно 11. Туда и обратно штук 7. И потом, когда будете затягивать, у вас получится внешний вид морковки. А ты все равно, мы же понимаем, вот когда ты смотришь видео, и сейчас тебе не сильно видно, как я узел отвяжу. Не переживай. Вязать узлы новые всегда это нервотрепка. А когда ты научишься этот узел вязать, ты будешь его вязать таким образом, как я примерно. То есть внешний, как говорит мой брат, Женя, ты вяжешь узлы как фокусник. Вот сначала были какие-то лески, а потом такой элемент фокуса произошел, и получился узел. Особенно это, знаете, когда будет хорошо видно? Когда вы научитесь привязывать узел для привязывания крючка с лопаточкой. Новичок, человек, который делает первые шаги. Любые узлы перед тем, как затянуть, смачивай, потому что круглая земля. Чтобы не сжечь. Никуда не спеши. Ты везде успеешь, ты никуда не торопишься. Аккуратно делай, завязывай. В конце только чуть-чуть можешь добавить. И у тебя в итоге появится замечательный узелок. Надежный, как весь гражданский флот. И красивый. Первая-первая заповедь, первая-первая, на что ты хоть должен обратить внимание свое, друг мой, это на то, насколько красивыми у тебя получаются твои снасти. Насколько красивый получился узел. Чтобы виток был к витку, чтобы узел был плотный. Посмотри. И тогда он будет тебе служить надежно. Вот я на ладошку специально кладу. Вместе еще с ботвой. Это пусть будет морковка, а это ботва от морковки. И мы ненужные нам вот эти вот хвостики спокойненько отрезаем. Видите? Ботву от морковки отрезаем. Но, опять же, помним, что мы эту ботву отрезаем, несколько миллиметров отступая. И у нас очень острые ножницы, видите, они отрезаются идеально ровно. Это важный момент. Отрезать идеально ровно. Чтобы никакой бахромы ничего не получилось. А тем временем, мы опять снова зовем Никиту, для того, чтобы продолжить и уже идеально ровно сравнять нашу намотку лески на шпуле катушки. Напоминаю, любую леску на любую безинерционную катушку. Вот так надо наматывать. Единственный маленький нюанс, опять же, для моих подписчиков и для тебя, новый зритель канала. Вот у тебя вот этот узелок, он появился, да? Здесь просто нам повезло, что он, видишь, вот здесь вот лег как бы близко к дальнему бортику. Если он сам так не ложится, значит, твоя задача его так уложить. Сейчас пока не считаем. Да, видите, фрикцион стравливается. Сейчас мы не считаем. Количество оборотов считать начнем, когда будем сматывать на чистовую. Все, сейчас наша задача очень крепко, Никита, чуть-чуть ослабляйте. Да. Сильно, туго тоже не заматывайте, потому что это ни к чему. Никита, да, у вас примерное сопротивление, что ли, вашей приманке, когда вы ее наматываете. Вот такое сопротивление. Такое мягкое сопротивление должно быть, не жесткое. Все, с удовольствием наматывайте. Видите, наматывать леску правильно на шпуле и катушке для спиннинга нам, карпятникам. Ну, кто умеет ловить карп, это легко. Это кажется даже какой-то забавой. Потому что представьте, какая лесоемкость. А уже, видишь, дым пошел от кожи рук Никиты. И смотрите не то, чтобы на глазок, ребят. Да, если комары, у нас есть язык. Вот, вы смотрите, чтобы вот-вот здесь вот как-то вот смотрите. И, кстати, сейчас стали делать производители такую на конус немножечко, края бортики у шпули-катушки, как бы наискосок такой. Что, типа, товарищ, до этого искоска дошел, хорош. Дальше будет борода. А борода обязательно будет, если вы не сделаете вот этот вот призыв, хорош. Вот еще буквально немножко. А все, хорош. Вот, посмотрите. У нас получается, что где-то миллиметр мы не домотали до края катушки. Дорогие друзья, большое спасибо нашему оператору Никите. Вот, он помог нам, тебе, друг мой, помог узнать, как же правильно намотать. Вот я вам ставлю ладонь. Ну, или вот, это все равно детали вы сейчас видите. Вот я вам прямо со всех сторон показываю. Вот, со всех сторон. Что у нас шпуля, леска наматана плотно, ровно и правильно. И только так правильно. Теперь мы возьмем эту шпулю, да даже шпулю эту снимать не будем. Просто воспользуемся этой катушкой, как обыкновенной катушкой с леской. Еще соберем одну, ну, а с три катушки. Мы соберем еще одну катушку, поставим на место. И ее сматывая будем считать. Понимаешь, друг? Вот такое дело. Итак, сейчас делаем операцию для того, чтобы уже наша работа была завершена и радовала многие годы. Вот, леска служит долгие годы. И опять тебе бонус, чтоб ты знал. Вот эта нейлоновая леска, друг мой, она имеет свойство впитывать воду и имеет свойство высыхать. Поэтому, когда ты порыбачишь, сезон у тебя закончится, чтобы как можно дольше у тебя хранилась леска, придумывая ее хранение, чтобы она была максимально с повышенной влажностью. Совершенно верно. Это холодильник и это что-то в каком-то пакете, чтобы леска не высыхала. А потом первые забросы свои ты делаешь просто как-то вот тренировочной, чтобы ее намочить. И уже рыбачишь ты с мокрой леской. Ну что, а мы приступаем к нашему физическому и классному завершению нашего труда. Итак, здесь мы отрезаем, потому что у нас необходимое уже количество намотано. Кстати, не обязательно ножницами пользоваться. Я еще люблю пользоваться скальпелем. Поэтому здесь вот у меня также и скальпель есть. Его доставать гораздо быстрее. И если вам нужно отрезать так вот, ну, с натяжением что-то, вот посмотрите. Берете скальпель и вот так режете. Все. Это будет ровно и надежно. Ну, а ножницами наверняка хвостики очень хорошо обрезать. Наша задача сейчас завязать петлю, с помощью которой мы закрепим бэкинг на шпуле катушки другой удочки. Для этого спокойно вяжем один. Как в детском садике мы вяжем. Да, простой узел, незатягиваемый, в эту же петлю, в этот же самый конец. Второй раз оставляем петлю. Затем, ну, это леска. Лески можно пять раз наматывать. Смотрите, плетенки 11, а лески пять раз хватит. Нилоновые. Раз, два, три, четыре, пять. Знаешь, что пять хватит, шестой раз такой контрольный. Для чего? А не для чего? Для контроля. Все. Здесь обыкновенный узел клинч. То есть петля, мы можем ее затянуть. Но чтобы закрепить наш успех, мы еще делаем петля в петлю. Вот, вовновь образовавшуюся петлю. И затягиваем. Еще раз повторяю. Никто никуда не торопится. Правильно завязанная петля красивая. Когда виток к витку. Когда она сама красота. Только красивые снасти, гармоничные красивые снасти являются правильными. Это внешний признак качества. И это относится не только к качеству завязанных узлов. Там твоими руками что-то сделано. Когда ты выбираешь спиннинг, ты внимательно смотри на него. Чтобы никаких капель, никакого лака. Чтобы все было гармонично, красиво и аккуратно. Теперь мы ненужный хвостик отрезаем. Мы уже помним, что мы это можем сделать, если у нас леска скальпелем. Ну, а сейчас можем и ножницами. Ножницами тоже, кстати, удобно. Все. Ну, посмотри, друг, посмотри, какой я хвостик оставил. Имей в виду, что если у тебя леска толстая, и оставленный хвостик сильно короткий, превратится в шип, а не хвостик. Поэтому он чуть-чуть подлиннее может сделать. Все. Теперь мы снимаем эту катушку. Она сейчас у нас будет играть роль обыкновенной катушки с леской. Но не обыкновенная, она волшебная, она правильная. Да, потому что здесь на шпуле намотана правильно бэйкинг и основная леска. Итак, мы ее в стороночку потом Никите отдадим. Вот. Достаем еще одну. Это для какого-то... Кстати, мои же друзья и ребята, близкие мне люди, они, которые... Это все куплено. Для которых я это дело наматываю. Они же тоже это все дело смотрят. И сейчас будут гадать, кому же из них первая достанется катушка, профессионально намотанная, а кому вторая. Как будто от этого есть какой-то смысл. Конечно, есть. Какой, вы спросите, я вам отвечу. У кого-то первая. Особенная, да, с какой-то аурой своей. Да, у кого-то вторая. Итак, собираем опять эту нашу катушку. Она собирается легко. Видите, объем шпуле здесь... Вот, 3000. Опять же, помним, что если здесь написано 3000, и это, грубо говоря, размеренный ряд Шимана, то оно определенного размера и будет. Но если вы берете катушку Дайва, у вас там позволяет возможность есть. У Дайва, если вы видите 3000, это будет гораздо глубже шпуля. Поэтому вам, если Дайва, достаточно будет по Дайвовскому размерному ряду и 2,5. Ну, грубо говоря, 2,5-3 тысячи, это не критично любого производителя, любого размерного ряда. Итак, мы уже приготовили катушку к работе. А ход какой, а? Ну да, понятно. Теперь катушку лесоукладывателя можно открыть у той катушки, с которой будем сматывать. Потому что даже на рыбалке на твоей у тебя всегда, когда надо будет ну, заброс сделать, ты леску, вернее, дужку лесоукладывателя будешь открывать, и спокойно леска будет стремиться вслед за закинутой примбаночкой твоей. Напоминаю, как мы делаем. Это уже чистовик, поэтому смотри внимательно. Никит, бери тогда эту лесочку, катушечку, и просто ее держи вот так. А здесь, кстати говоря, помогает полотенце. Если ты возьмешь, так полотенцем накроешь и просто придавишь. И это будет создавать давление. Ну, или тряпочка. Итак, мы продели. Здесь формируем обыкновенную петлю. Это петля, да? Так вот, если в эту петлю у нас нашу основную нить продеть, получится как бы удавка. Все, удавка. Теперь мы смотрим, открываем дужку лесоукладывателя. Смотрим, в какую сторону будут крутить и в противоход эту удавку давим. Все, закрываем леску. А что у нас в обе стороны? Вот тут есть такая собачка, ее надо переключать. Если мы ее не переключим, то у нас будет катушка вращаться в обе стороны. Она пока необходима в одну. И начинаем считать. Друзья, мы сейчас очень важно считаем. И смотри, друг мой, смотри, может ты увидишь. В противоход леска наматывается на катушку, в противоход петли. И поехали. Один, два, три, четыре, двадцать, все, двадцать пять. Итак, сто шестьдесят два оборота бэкинга и двести двадцать пять оборотов основной лески. Вот видите, петелька. Мы спокойно за эту петельку тянем и снимаем. Все. Эта катушка у нас остается. Мы ее собираем уже для того, чтобы наматывать. А мы знаем, что у нас бэкинга именно этого. Сто шестьдесят два оборота и двести двадцать пять оборотов. И получается сто пятьдесят метров. Самое главное, конечно, запомнить количество оборотов бэкинга, потому что у нас примерно одинаковая вот эта вот плетеночка. Она производителем сто пятьдесят метров плюс-минус наматана. Поэтому вот... Но тем не менее, все равно важно знать, сколько у тебя там оборотов на всей твоей катушке. Кстати, ребят, парадокс. Первым мы намотали катушку кому правильно? Первая катушка, парадокс, уйдет второму моему другу или близкому человеку. Смотрите дальше, что мы делаем. Нам уже удилище не нужно. Мы отсоединяем вот это удилище катушку от удилища. А дальше я вам сейчас покажу, для чего нужна клипса еще. Еще для чего нужна. Для того, чтобы у нас не разматывалась леска, которую мы наматываем, мы видим, что у нас, видите, вот эта круглая клипса, клипса на шпуле. И мы видите, если она вот так вот можем внахлест, но неправильно, нужно на противоход. Смотрите, раз, и на противоход вы три раза вокруг клипсы обернули. Один, два, три. Почему три? Потому что трое, три лучше, чем два. Все. Наша катушка наматана правильно. Теперь, друг мой, ты знаешь, как намотать леску на любую шпулю любой катушки, если она у тебя безинерционная, так называемая мясорубка. Разумеется, в процессе съемки видео ты узнал много нового. Я рад за тебя, друг мой. Также, и ты меня порадуй своей подпиской на канал, потому что спереди у тебя ждет еще очень много полезного, интересного, связанного с нашим самым, ну, таким, добрым, наполненным здоровьем, радостью, увлечением. Мы общаемся с природой, мы радуемся жизни. Это интересное увлечение рыбалка. Тебе я желаю натянутых лесок, которые ты умеешь уже наматывать. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. А с тобой был Евгений Замятин. Встретимся у меня на канале и на рыбалке. Субтитры сделал DimaTorzok